Лансер и там сплитит, и на базе может оказаться, и туда его привезли пофармить. Вот за счет чего она сильная. Она линия, она довольно кусковая. А здесь Дизраптор, Тинни опять же. Ну вот Дизраптор будет ловить Лансера долгое время. Тинни не будет давать ему опять же до самого лайтгейма ничего сделать в драке. И это еще не конец. Еще один герой остается у LGD. И мы пока не знаем, что это за Тинни. Это суппорт, не суппорт. А Тати Бэтрайдер напрашивается еще больше для Ликвид теперь. Да, я не знаю, почему его не взяли, почему Котл. Не знаю, может, ты подумаешь, что забанят Котла. Бэтрайдер по-прежнему не в бане. Давайте посмотрим, на что все-таки нацеленный Ликвид сложный. Ну или Бэт, или Тейтхантер. У них, мне кажется, опций особо нет. Ну вот Чубисмастер был неплох. Сенткинг есть тот же. Да, про Сенткинга говорили. Ну не знаю, Бэтрайдер, мне кажется, прям тут очень хорошим выбором. Ну давайте вот подумаем. Мы берем Бэтрайдера, ставим его против Террорбейда. Террорбейд стоять не может. Он хочет поменять линию. Он приходит в сложную, а там Котл с фланцером. И вот в такой ситуации, когда Котл стоит в своей легкой и может бесконечно задувать иллюминейтами, там не позавидуешь вот этой вот дабле или трепле. Я не знаю, что туда придет. Террорбейд, Дизраптор плюс что-то там. С другой стороны, мы с тобой видели в предыдущей карте, где они жертвовали каким-то количеством фарма АМИ. И пытались просто длить внимание. Игру. Там был миди. Кто будет последний и фик на DLGD, если это будет миди. Но это скорее всего пятая позиция будет, четвертая точнее. А в миди у нас Разор. И подобрать героя, который выиграет тебе игру и при этом хорошо постоит против Разора, очень тяжело. Я думаю, таких персонажей в принципе не найти. Одна секунда, ноль. И это Дрэгон Найт. Ничего себе. Ничего себе. Ну да, хардлейновый ДК. Я думаю, это не обязательно хардлейновый ДК. Это будет очень сильно зависеть от того, что доберут LGD сейчас. Это может быть и оффлейновый Разор. Да, LGD сейчас могут мидера добрать. Они по-любому доберут мидера. Но суть в том, что у Ликвид, уже взглянув на этого мидера, определенный герой отправится на эту центральную линию. Или ДК, или Разор. Для кого матча будет получше. Даже не знаю, кого надо взять LGD. Ну, по идее, что-то для замеса. То есть, как бы не хочется брать условного OD сейчас. Но LGD могут Тинни оставить в миде всегда. Как бы и Тинни неплох. Да, и он как бы нормально постоит. Что по поводу бугны. Опять вспоминаем этого героя. Просто против ДК стоит очень хорошо. Наверное, один из лучших героев против ДК. Так это четверку. Ну, типа Сэн Кинга взять, например, для LGD его. Было бы недурно. Сэн Кинг удивительно, что они в пике. Это топ пикрейт, как ты сказал. Да, да. Ну, против лансера герой хорош. Да, вот Сэн Кинг для LGD, если ставить Тинни в миде, это нормально. Паунти Хан. Четверка. Да, типа герой, который бегает и докапывается до котла. Я не знаю. Ну что, друзья, давайте по-быстренькому. Я не знаю. Ты не знаешь. Мы, мягко говоря, в ступоре после вот этих драфтов. Очевидно, команды верхней сетки показывают уже next-level драфты. Очень трудно предсказать. Майл то же самое? Я верю в LGD. Нет, я верю в LGD. Хорошо. Вера в LGD. Отправляемся к нашим замечательным комментаторам. К ним как раз-таки подводка идет через наш твит. Будьте так добры довести до ума Тяй Винера на комментаторе, что БКБ спасал от БМа в последний раз где-то в том же году, в котором уважаемый получил титул. Уважаемый, кто получил титул, доводим до того сведения, что БКБ не спасает от БМа. Тебе слово. Спасибо большое нашей переобувочной за то, что они в очередной раз дали замечательную аналитику. И, к сожалению, в этот раз они решили не давать прогноз. К сожалению. Потому что после первых двух карт как-то уже стыдно говорить, эти выиграют. Да, у них все лучше, лучше, лучше. А потом говорят, да нет, на самом деле этот герой был не очень, этого героя нужно заменить. Этот герой как бы тоже сочетается не очень. И, в общем-то, наверное, не сделали правильно. Как считаешь? В защиту скажу, что действительно драфты стали несколько сложнее. И предугадать победителя сейчас, наверное, все-таки трудно. Потому что и тебя, и другая команда показывали неплохую доту. И сейчас, конечно, команды отвечают уже сигнатурочками. Это видно. Часть из них уходит в банк, часть из них остается в игре. И вот закрывающий пик Баунти Хантера от Икснова, конечно, тоже неожиданность. В общем, немножечко поясню для многих людей, потому что, на самом деле, мне уже где-то год или два года спамят о том, что теперь Блэйд Мэйл не спасает против Блэкинг Бара. И я для многих работяг специально упоминал такие названия, как магический урон и физический урон. Давайте я немножко поясню. Допустим, Лишрак нажимает на Блэкинг Бар, врубает пульснову, молнии и бьет станом. Бьет он, допустим, по герою с Блэйд Мэйлом, и у Лишрака включен БКБ. Как бы он бьет противника, противник отражает магический урон. Но из-за того, что магический урон отражается в противниках, у которого включен Блэкинг Бар, урон Лишрак не получает. Это первое. И второе. Если Лишрак нажимает на Диаболики, включает БКБ, и если противник нажимает на Блэйд Мэйл, то отражается физический урон. И, соответственно, Лишрак Блэкинг Бар получает физический урон. Я на самом деле очень много раз об этом говорил. Я не понимаю, почему люди по-прежнему думают, что как-то это работает иначе. И, ребята, пожалуйста, учите механику доты, потому что это уже не смешно. Ну, как можно шквариться уже из года в год такими смешными комментариями. Тем временем у нас после такого вступления Икс снова пытается спастись бегством, его просветили, но ничего страшного в этом нет. Потому что он просто убегает, убегает подальше от противника и все становится окей. Да, это действительно мэйби. Натинни отыграет в этот раз в центре, будет стоять против майндконтрола. Очень комфортная линия, конечно, для Тинни. Не сказать, что прям суперсложная для майндконтрола в центре, потому что в целом ДК, мы знаем, стоит практически против любого героя сейчас в нынешнем патче. Ну, я думаю, что Тинни будет просто проще. Он быстрее наберет себе хороший уровень и быстрее может быть полезным для своей команды. Ну, а сверху ТБ. ТБ плюс Дизраптор. Ну, отправили Террор Блейд. Это, конечно, ну, не сказать, что на растерзание, но, тем не менее, достаточно опасную линию. Там, где Рейзер, там, где Коттл, там, где может подойти еще и Таск. Но пока здесь трипла даже команды ЛЖД, потому что их снова тут как тут. И вот она, приятная цель для атаки, это Джаш. Его можно убивать. Тандерстрайк. Удары в спину. Но пока это максимум, что могут сделать субпорт команды ЛЖД Гейминг. И потом БМН также оттягивается под вышком. Ну, вчера, если мы вспомним противостояния ЛЖД, также, кажется, против команды Вилджиниоса. Сто вот их снова был на Баунтехан. Три Курьеров резал, полезными дзаймами занимался. Треки вешал. Это, наверное, самое важное, что может делать БХА в таких матчах. Вешать треки и делать фраги. Да, ну, снизу, я думаю, ничего интересного происходить не будет из-за того, что здесь стоит Фантом Лансер против Умни Найта. И, в общем-то, будет стоять хорошо как один, так и второй. И, соответственно, самое интересное будет происходить сверху, потому что здесь линии весьма необычные. То есть не каждый день мы видим Рейзера, Киперов Зелайта и Таска на одной линии. Да, действительно, не самая популярная линия, это правда. Но все-таки здесь шесть персонажей. Надо понимать, что активность здесь должна быть, саппорты должны лезть вперед, мешать чужим коргероям. Но пока мы видим, что, в общем-то, ТБ фармит здесь неплохо, у нас сложная линия. Это, конечно, не фрифарм, но, тем не менее, 7 на 5, в то время как у Матумба Мэна всего лишь 2 на 0. Это, безусловно, очень и очень мало. Ну, снизу Омни Найт там 8 на 3, но он себя хорошо чувствует. Стоя на линии против Фантом Лансера, соответственно, Фантом Лансера Омни Найт вообще ничего не делает. Ну, про мид мы уже с вами рассказывали. Ждем каких-то вмешательств уже непосредственно от суппорта в четвертой позиции. Я думаю, что от их действий очень многое будет зависеть. Думал я, что, возможно, Баунти Хантер попытается перехватить Курьера, но вот их снова все-таки занят больше верхней линией. Там он зачастую бегает. И, ну, хотя бы пассивно, тем не менее, старается помочь своей команде. На случай, если вдруг будет какая-то атака, конечно, их снова выйдет. Ну, или просто таким вот аккуратным образом он ворует экспириенс. Экспа для четверых сейчас очень важна. Да, вот они свапы. Свапы линиями пошли. Понимают ликвиды, что таким образом они проиграют просто все линии. Везде будет комфортный фарм у кор-героев противника. И решили свапнуться. Теперь Фантом Лансер на топе, а Рейзер снизу. Просветка вообще непонятно куда. Скан вообще непонятно зачем. Что делают ликвиды? Что-то какой-то прям жуткий мисплей. Прям отвратительно было сыграно сейчас. Сперва потратили просветку, потом дали скан. Ничем не попали. И все на этом. Сейчас очень опасно. Хумнинайт пришел. Как бы помощи здесь нет. А здесь три героя. И понятное дело, что он стоял снизу. Неплохо один на один против Фантом Лансера. Но как бы здесь-то Фантом Лансер не один. Здесь еще Кипер изолайт и Таск. И вот так вот нагло подходить. Но этот суицид на ровном месте. Ну, такие феррис блатка за командой ликвид. Фантом БМН зажимает. Кинетик филд пробивает. С руки эйм. Еще одну подачу сделать нужно. Тыечка после гримса и погибает. И рейзер. И джаж тоже. Куда же идешь? Джаж слишком далеко. Он добил дезераптор. Но им кажется, Джаж и не добивает. И матум бы он такой же. Ну, как бы я сложный. Я один. У меня поддержки нет. Я тоже пойду. Имру как у меня на это. Молодцы. Действительно, игра достойнейших игроков. И одни и вторые показывают феноменальный уровень. Пока действительно среагировать на перемещение и той, и другой стороны не смогли. Просто потому, что быстро какие-то свапы произошли. И кор-герои не сориентировались. Просто подставились. Ну, такое тоже бывает. Но и 2-1 пока польза команды Лик. Это тем не менее. Тем не менее. И снова второй уровень. Только-только обнул. Бегаем по карте. Путешествуем. Пытаемся быть полезными. Быть полезными на Bounty Hunter нынче сложно. Потому что не всегда игра может пойти. Не всегда ты подрезаешь курьеров. Не всегда ты участвуешь в каких-то результативных гангах. Зачастую ты просто бегаешь. Стараешься воровать экспириенс где-то. Ну и потом к шестым уровням становишься полезным. Вот атака снизу может быть вполне результативно. На Matombo Mane нападают. Сейчас очень больно ему, между прочим. Под рунами вперед. Баунтехант ждет и дабл дэмэдж. И аркейн друны, конечно, неприятно весьма. Сноубол. Хоть какое-то время выиграли до Matombo Mane. Но это все равно не спасает. В общем, зачет все равно погибает. Вернули куроки. Его также отправят в таверну. Два фрага здесь делают ребята из LGD. И при этом стоит отметить, что никто у них не погиб. Даже Bounty Hunter. Которого осталось там буквально пару десятков здоровья. Да, вот это хороший был выпад. Вот это реализация Bounty Hunter на все 100%. Под двумя рунами просто пошел и победил. Круто получилось. Так, ну тем временем вот в миде. Как бы в миде у нас довольно-таки тривиальная линия. Один миличник имеет топорик. Второй миличник имеет топорик. Они просто стоят, фармят. И, к сожалению, напрячь друг друга очень сложно. Ну, как минимум, пока Драгонайт не получит 6 уровень. Как только будет 6 уровень, в этом случае Тинни будет немножко проседать. Из-за того, что у них слишком мало брони. Но до 6 уровня, как бы, они просто оба фармят. Один бьет поленом. Второго слишком хорошая пассивочка на хп реген. Ну, а поэтому без вмешательств с упортов, конечно, здесь вообще ничего не произойдет. Они просто будут получать свои деньги. Получать свой уровень. Ждем от них гангов каких-то на топе. Чалис. Тпшка еще одна. Здесь будет три героя сейчас против этого Чалиса. Пурификация на себя. На Мирку, конечно, рассчитал свое здоровье. Поэтому не погиб. Фантом Раш дальше. Погоня за Чалисом. Там есть ненчат от Манга. Но 5 секунд кулдаун до Пурификация. Поэтому здесь он, на это, конечно, не выживет. Ганг. Результативный. Ликвидов. Ну, тут Джаш убивает. Так же, кстати, в ответ. Ну, Джаш по тему спид бешеный имеет. Но хп у него маловато. Все-таки. Неужели выживет? Крип. В спину один. Прекращает существование Котлда. В ближайшие несколько секунд. И в итоге F5 достается еще одно убийство. Тоже довольно приятно. Ну, пока вот оффлейнеров гоняют. Кто бы тут не был, кто бы себя не позиционировал как оффлейнер. Там Драгонайт, Котл. Неважно. Вбивают на легкой линии ЛЖД любого. Да. Ну, и тем временем Рейзер бегает, развлекается. Рейзер выполняет роль такого роумера. Как бы вот он третьего уровня. Я так понимаю, он не очень хочет вращаться в сложную. И просто бегает за Минайтом. Конечно же, не самое лучшее решение. Просто вот так вот бегать и развлекать оппонентов только из-за того, что ты слишком мало получаешь за их враги. Вот. Ну, посмотрим, как у него окупится данное решение. Потому что пока он убивает. Ну, убивает-то убивает, но не фармит абсолютно. 8 на 2 крип стат. Окей, вы можете хоть сколько угодно мучить омнинайт. У него есть ТП-шка, он снова вернется на линию. У него все будет такие purification. Была возможность омнинайт уйзать. При этом проблема. Вот нападает, он дерется, но у него остается очень мало жизни. Как бы вот он стоит на линии вместе с Фантом Лансером. И, естественно, Фантом Лансер вряд ли ему что-то отдаст. И поэтому Матумбе, ну, как-то нужно найти себя на карте. Потому что пока 9 крипов, ну, это совсем не то, что хочет видеть Рейзер. Джаш подобными вещами занимается, конечно. Не знаю. Вот бегает, провоцирует соперника. В этот раз удалось маневрировать и уйти. Но было очень опасно. Очень не подставился. Но вот он Чайлис, да, вот его гнобят, его пытаются убивать. Ну, а какой толк? Я вот в этом не особо вижу, конечно, какого-то импакта для команды Ликвид. То есть часть героев получает денег. Это здорово. Джаш все-таки убьют снизу, да. Подставил, как ни крути. Так вот, у меня на это, конечно, убивает. Кто-то зарабатывает за него какие-то деньги. Но он возвращается на линию мгновенно. И он не отрывается от фарма. Он не отрывается от получения экспириенс. У него 29 на 3. У меня это все в порядке. Несмотря на его смерть. Поэтому гнобить у Флейнер, конечно, дело хорошее, но не всегда профитное. Да, ну вот наконец-то сжалились над Рейзером. Оставляют его на легкой линии против Унинайт. А Рейзер против Унинайт очень хорошо стоит 1 на 1. Но как раз вот Унинайт нужно сразу делать ТП вниз при первой возможности. И ТП отправится наверх. Ну, это в идеале. Потому что Унинайт не хочет стоять против Рейзера. В центре атака пошла на Майт-контрол. Активирует он форму. Куроки тут как тут. Тает шарды. Снова стики. Завязал сноупол. Получил. Погиб таки. И этот ганг теперь не принес успеха команды ЛЖТ-кейминг. Здорово подтянулся к уроке. Среагировал также в центре и Майт-контрол. Просто активировал форму. Пробить его стало тяжеловато. Но пока 5-5. Абсолютно равный начал. Так же, как и было у нас в карте под номером 2. То есть, ребята убивали друг друга. Но вперед никто толком не вырывался. Значит, все будет решаться в первых сражениях. 5 на 5 непосредственно. Снизу снова ТП. Снизу, кажется, снова будет атака. Миракл здесь с Джашем. Ну, конечно, самая приятная цель для атаки это Коттл. Но убить Миракл было бы тоже неплохо. И Файз. А Хелли Пурификейшн и Миракл уходит. Коттл задувает. Нет, убить никого не получится пока. Ну, все-таки это не Террор Блейд. Это всего лишь Омни Найт. Поэтому убить издалека и сильно не могут. Майн-контрол вернули на Гримс. Мэйби в центре. Наполучал к Майн-контролу. Майн-контрол под дабл-дэмэджем. И Файрифайр вынужден использовать Мэйби, чтобы просто выжить. А Шартс касается. Кажется, Мэйби, но опять-таки не добивает. Есть Боттл. Остановит свой запас. На стороне. Все будет окей снизу. На Миракл снова атака. Ну, много сражений, много локальных стычек. И пока вот на микро пытаются вытащить эти моменты обе команды. Там где-то спастись, там где-то подкараулить. Ну, и ЛГД на шаг впереди. Потому что у них Умни Найт стабильно успевает найти Фантом Лайсер на линии. Он стабильно его напрягает. И он как бы свою задачу делает. При этом, если бы он стоял один на один против Рейзера, то Умни Найта шансов не было бы вообще. Соответственно, Умни Найт свои выносит. Ну, и ТБ, в свою очередь, как бы находит Рейзера. Приходит туда не один. Они против него стоят. Как мы видим, у Рейзера пока жизнь не самая удачная. Весь ганг спалил их снова. Просто мимо пробежал и увидел трех героев. Дал инфу своему тиммейту. Умни Найт, чтобы он спрятался под вышку, так и происходит. И в итоге ганг обречен на провал. И странно, почему Ликвиды не использовали в данной ситуации смог и какой-нибудь даст. Ну, это, возможно, даже и не попытка была загангать. Это просто пуш. Ну, да, у Майн-Контрола появилась форма. Значит, будем сносить ТВР. Видим, такая идея. На топе там Рейзер страдает, кстати. Ушел через ТП. Сбить было, видимо, нечем. После проказа Тинни. А потом Мэн уходит. А ну и вышка здесь падает. Ну что ж, первый Тауэр. Копилку команды Ликвид. Драгонайт себя реализовывает. Так и должно быть. Ну, что касается пуша команды ЛГД, там, наверное, с этим будет посложнее чуть только. За счет метаморфозы, за счет, может быть, Тинни не удастся забить вышку. Но не сейчас. На Джааша нападает. Их снова-снова в центре. Удар с Джинатой очень даже неплохой. Глимсанули под кинетик. И Мэйби тут как тут. Ну, шансов на выживание, конечно, просто минимальный. У Джааша им погибает тоже. И снова ганг, и снова соло-отдачи. Все это нас сопровождает на протяжении этих 11 минут. Ничего не меняется. Пока просто соло-убийство. Так, ну и тем временем Меркл продолжает очень уверенно давить. Он продолжает на сложной линии развлекаться. У него очень хорошо по фарму. У него в четверочку вкачан Фантом Раш. И он в наглую фармит вражеские леса. То есть, как бы вот сейчас, как минимум, у него лучше переместиться туда и попытаться его погонять. Потому что Фантом Лансер уж слишком хорошо вырывается вперед. Но пока к уроку. К уроку зашел далеко. К уроку нашли и пытаются спасти неплохой шарик. Но он погиб. Да, но Ифа и в этом матче, конечно, просто превосходим. То есть вот его работа на суппортах, что в той игре на таске, что в этой игре на Дизрапторе. Он везде успевает. Левел у него замечательный. Мы видим, да, то есть уже и шестой уровень появился. Аркин Буци есть. Исполняет на очень высоком уровне. Наверное, самый стабильный, один из самых опытных, я бы даже так сказал, игроков этой команды. Потому что вместе с Мэйби они бывали на куче интернешнл. И занимали там вплоть до четвертые места. Поэтому, конечно, в стабильности Фи вряд ли кто-то сможет тут обыграть. Знаешь, мне кажется, ТБ уже можно уйти на легкую. Потому что он как бы в харде постоял. Он здесь немножко пофармил. У нас снизу уже крипы подходят по Т2-вычку. Фантом Лайнсера прогнать очень-очень легко. И как бы все, здесь уже находится слишком опасно. Здесь просто приходят герои, они просто его убивают. И он вынужден фармить фражерский лес. Что, в общем-то, очень опасно. Поэтому ребята за ним идут. Они охотятся, охотятся. Находят ТБ. Драгонайт выдает станчик. ТБ имеет Сандер, но не успевает его использовать. Да, в общем, вот то, о чем я и говорю. Ну, все. Вот они отстояли. Уже 12-ая минута ТБ может уйти вниз. Как бы он и снизу может пофармить свой лес, который пока вообще никто не фармит. И будет чувствовать себя побезопаснее. Но приходить во вражеский лес на такой минуте — это самоубийство. Вот. Ну и Мерклон наказали. Хорошо. Да, не растерялся здесь Мэйби. Нашел нужного после Доплгангера Фантом Лансера. И просто дал проказ на него. Замечательно сыгран. Даже при этом статик шторм не потратили. Ответное убийство. Убили Террор Плейта. В ответ убили Фантом Лансера. И опять же баланс. Полнейший баланс на карте. Ну, при этом вот надо понимать, что, конечно, реализация пуша — это первостепенная сдача команды Ликвид. Они раз за разом, используя форму Драгонайта, сносят вышку. И уже вторая вышка балла. В то время как ЛГД сами еще ни одного тавра не осилили. И снова, и снова, и снова куча информации. Видят сейчас Драгонайт. У Мэйби, если что, есть Блинк Даггер. Нужно догонять Майн Контроль, обстараться забрать через Глимс. Из этих шторм это тоже можно делать. Почему нет? И очень быстро падает, конечно. Не пожалели здесь ЛГД у противника. Прыгают дальше. Вот он Куроки. Куроки, привет. Есть у него сноубол. Может выиграть немного времени. Попытаться таким образом идти. Но, кажется, из-под Мэйби не уйдешь. Блинкает, да. То есть от Баунти Хантера в очередной раз замечательный шарда от Таска. И он продолжает выигрывать слишком много времени. Догнать его будет весьма тяжело, но уйти не получается за счет Блинка. И Куроки погибают. Хорош. Эх, а если бы в этих ситуациях еще и снова был уровень шестой, но пока только пятый, нет треков, столько денег можно было бы заработать. Но, увы, пока зарабатывают столько, сколько положено. Без дополнительных каких-то дивидендов. Дивидендов с этих убийств. Снова Глимс. Что с такой это происходит? Жаша вернули. На ровном месте умирают, честно говоря. Ну, то есть просто тпшатся. Один герой, второй герой, там стоит вард, очень легко принимает киперузлайта. И, ну, пока LG просто смотрится увереннее. Как-то они понадежнее перемещаются, они понимают, что вообще им нужно делать, несмотря на то, что Phantom Lancer был топ-1 по Нетворцу. И вот сейчас ликвиды потерялись. Ну, это правда, да. Вот это шанс, смотри. Куроки. Вал распанчет, к сожалению, нет. К сожалению, пятый уровень. Пятый уровень всего лишь, да. Маленький, маленький. Еще не вырос. Еще не вырос к уроке. Ну, ты знаешь, что это очень нервная игра. То есть вот в той карте, если вспомнить, тоже был счет 11-6. Но там было сражение. Такой, короче, тп пришел, прочее, что берет, тп вот такой пришел. Он только что видел там двух героев, которые бежали за тени. Я такой думаю, дай-ка я тоже зайду в этот лес, а может быть что-то получится. Ну, может быть, получится, но по-хорошему ничем хорошим не заканчивается, что он пришел, такой хотел побить крипов. И я не понимаю, что ему мешает пойти вниз. Снизу вообще никого нет. Вот снизу куча крипов. Да, ну, понятное дело, что тени фармит, но вроде как блинк уже есть, и все, бегай, убивай. У него это получается. Он бегает, и 4-0-2, все, по спейси ДТБ, а ТБ пусть пофармит. ТБ немножечко не дофармливает, но с другой стороны, посмотреть на его на Творк, ну, 5-900. Он впереди Драгонайт, впереди Рейзера. Он может фармить больше. Это лучше, чем пробегать полкарты, прибегать наверх, там либо умирать, либо вообще не фармить. Это уже лучше. Черт, как же Кангвы, как эти LGD гейминги, почему ликвиды погибают один за другим? У них ни одной командной драки не было за эти 15 минут игры. Просто Мэйби и его команда ходят и убивают людей по кулдалмам с этих штормах, Эваланчей и Тоса. Но вот теперь-то, вот теперь умирать так нельзя. Почему? Потому что есть треки, все, LGD начинает зарабатывать бабки. Каждая такая смерть, она просто улучшает экономическую ситуацию команды LGD. И потом уже будет просто сложнее играть в доту. Почему? Потому что там быстрее артефакты будут LGD гейминги появляться. Раскручение и расфармление будут коргерои команды LGD. Но LGD пока вообще, точнее, LGD пока хорошо все делает. Вот не считая ТБ, а ликвиды, вот, например, они стоят в миде и вот они чего-то ждут. Ну, то есть, по-хорошему, зачем здесь стоять вдвоем? Вот что делает котел и драгонает? Вот они просто стоят. При этом на сложной линии иногда появляется ТБ, его можно ходить убивать, но они пока буксуют, находясь на одном месте и вообще ничего не происходит. Ну, понятно, что они хотят здесь делать. То есть, они крайние ДВ-шки сломали первые, теперь у Драгонайта хочется сломать центр тоже. Ну, хочется, да, но пока ситуация немножечко другая. У LGD хорошая защита. У LGD очень хорошая защита, им есть чем отбиваться, соответственно, ну, как вариант, просто побегать и поганговать. Миракл может подставиться под ганг от X-новый. Трэк, доплгангер. И тут же Климсонули в кинетик, но без статика. Ну, он прочноват. Да, он, к сожалению, прочноват. Сразу же улетает off-way, подходит сюда Keeper of the Light и также подходит Task. Слушай, мгновенно, атака будет на топ сейчас, потому что ТП сделали именно туда, Maybe уже тут как тут. Мне очень нравится то, что сейчас делает Тинни, но одновременно и снизу, напал и сверху, бежит за Razer, и Razer сразу же отступает. И пока классные перемещения. Тинни делает слишком много работы и разводит ликвидов. Разводить ликвидов? Это ж надо. Качать по карте, да, заставлять телепортироваться. Ликвидов. Ну да. Которые обычно сами так делают. А тут LGD показывает какой-то мастер-класс. Видит Джаш. Окей, но помощи нету. Потому что в центре будет выпад. Тут Dragon Knight снова форму активировал. Опять-таки большое желание сломать мышку. На этом желании майн-контрол уничтожает. Был Климс, он бы не ушел никак. Я вот минуту назад сказал, что они не могут напасть, они не могут пробить мышку. Как бы я об этом сказал. Почему они идут и умирают на ровном месте? Причем, почему они идут вдвоем? Где остальные? Почему два героя пытаются пробить вышку в меньшинстве? Почему они это делают? Дмитрий, я бы хотел сказать, что они International-то не выигрывали, но на самом деле-то они выигрывали. Да. Это удивительно. Ну как бы, это удивительно. Что они сейчас творят, честно говоря, весьма странно. И пока LGD просто выигрывает за счет своей стабильности и грамотных перемещений. Вот вчера был матч против Virtus.pro. Сегодня первая карта против команды LGD Gaming. И я вот уже говорил о том, что вот я вспомнил тех самых Liquid, которые выигрывают турниры, выигрывают, занимают топовые места на мажорах. А вот в этой карте я вспоминаю Liquid, которые проводили свою групповую статю. Вот правда так же. Абсолютно так же играли. Вот один в один. Бегали и умирали. Бегали и фидели, проигрывали в макро, что им не свойственно абсолютно. Ну Miracle молодец. Miracle фармит, Miracle имеет Phantom Lancer, он топ-1 на это просто. Но вот остальные герои, вот я смотрю на Dragonite, и как-то маловато. Razor, вот вообще груза на него смотреть. И если они так продолжат, то Miracle один не вытащит. Мэйби делает фраги. Вот он попытка. Первый командный мув. Глимс, FI таким образом стадится спасти. Доплгангер, тот же Miracle, неплохо сыграно. Дальше Kinetik Field, га, и таким образом спасаются. Ребята из ЛГД развернулся. Почему-то он не знает, впитывает, есть Purification. Да ладно, Фейзи. И пассивка-то работает, я его на чем еще и спасает. Есть Мэйби, снова Spirit Lens, в спину к чалюсу, до конца идет. Miracle очень хочет забрать они идут под Сир 4, ставьте Шторм, кинетик фил, туда Шовник, байпэк делает, чтобы наказать от этих загулящих персонажей чалюс. Purification на себя надо добивать и тут же приходит Мэйби. Тос, отлично, пытается уйти Miracle, мало здоровья, их снова идет до конца, трек повесил. Тосом накрывает Miracle, Miracle, стики использовал, хватает пока хп, будет жить. Догоняет их снова, идет в погоню до конца, Мэйби должен тоснуть ведь кого-то. Доплгангер, разбросили трек, Miracle уходит на ноги и кажется его уже не поймать. Уйдет. Ну в общем, первый мул, где Ликвиды пошли, сделали хоть что-то вместе. Как бы это лучше, чем идти вдвоем на вышку, они пошли толпой. Единственный момент, как бы если бы LGD вот сразу стелепортировались, а не было бы вот этого момента, когда уже их там что-то не по Т4 догоняют, то тут бы Ликвиды просто все погибли, но в любом случае LGD время даром не теряли. ТБ снизу, снес вышку и вышел на первую строчку по Мэтрсу. Я не доверил, что они прям вот так вот побегут. Омник даже разворачивался начал один момент, мол, да ладно. Ты хороший, ребята, куда вы идете туда? Я же умный найт вроде как-никак. Не может такого быть. Да, и в итоге из-за таких мувов, как мы видим, LGD вырывается вперед. У них 4000 голды преимущества и ТБ слишком хорошо фармит. А вот у Ликвидов есть Разор, который, к сожалению, фармит слишком медленно, поэтому нужно делать фраги. Он вот с такими артефактами, вот по Т-плейт-мейл, он вообще не фармит. Вот он просто медленно-медленно ковыряет крипов Люсу, но не более того. Смог от команды Ликвид, пробежал с их снова, спалил всех. Да, конечно, его здесь убьют. Это правда, но лучше уж, опять-таки, баунти-хантер, чем в центре погибнет Сини. Ну, уже начали хоть что-то делать, спасибо. Вот уже какие-то командные мувы пошли, что, в общем-то, весьма неплохо. Вот Мэби, конечно, информацию получил, поэтому от тебя уходит. Наконец, наконец, четвертый или, может быть, 10-й попытки. естественно, вышли смогут забрать хотя бы вместе подойти, постараться по сражать, как мы едем без баунти-хантера LGD драться. Не хотят, хотя не могут успеть. Они могут успеть подойти, потому что тени уже на позиции, у дезераптора имеется ультимейт, и да, все, убежали. И вышку не забрали. 5 на 5 подвышкой, вот не вариант, как бы 5 на 4 может быть, а вот 5 на 5, да ну его нафиг. Ну, там все, есть просто все способности у команды лошки. Кроме разве что ГА. ГА было использовано. Еще даже если мы разменяемся, то в любом случае там треки и, соответственно, размены LGD устраивает. Да, информация снова в X снова, о местоположении противника видят таск, так зашел слишком далеко, и здесь должен быть мэйби, вот прямо сейчас. И трек. Трек повесить успел? Нет, не успел. Ну и ладно. И без него. Но слишком быстро погибают герои противника, что что-то поделать, даже трек не успеваешь повесить. Бывает такое. Хороший минус. И ликвида сюда тягивается. Dragon Knight улетел. Ой. Кипера в зла это нашли. Тинни продолжает божить. Да, ну Тинни вообще. Тинни реально какие-то дикие вещи творит. Уже 7.03 он продолжает в Соляново тащить. Ну, это, конечно, грубо, но он как в папчике. Вот он реально как в папчике. Он бегает и убивает саппортов. Ну, я вот смотрел вот на первые 15 минут игры. Заликвит они как бы тоже как в папчике, знаешь, там. Курьер, вкусный, вкусный. Вот Курьер, он тоже как в папчике. Вот что это было? Можете мне объяснить? Что это? Что это было только что? Он такой, ой, я баунтихантер пролетел. Обратно вернем. Боходить должен быть рядом. Сейчас мы его забайтим. Забайтили. Забайтили на Курьер, Курьера дали и не убили баунтихантер. Даже знаешь, папчики обычно, когда вот так вот Курьер летит, его как бы стараются использовать еще 10 раз, пока он летит. Потому что каждому нужно принести шмотку и постоянно вот он летит домой. Это бы здесь спасло, кстати. Это бы здесь спасло, да. Так, атака на ТБ. Ну, там Сандер, мы это понимаем. Тут же метаморфоза, рефлекшн. Кайты Глимсанули к уроке, который также отправится в таверну. Это три минуса. Учитывая мы еще до этого убивали суппортов, убили Курьера, но слишком много получают LGD геймеров. Ну, просто молодцы. В общем-то, в очередной раз отличная игра. Razer улетел наверх. Razer в драке не мог присутствовать. Кипер из лайт тоже был далеко. И просто поймали оппонента. Ну, не знаю, я восхищаюсь их игрой. Мне очень нравится то, что они делают. И пока как-то Ликвиды, ну, совсем... Какие-то холодцы, знаешь. Я, конечно, был бы рад их увидеть в гранд-финале, но вот с такой игрой нет. Пожалуйста, с такой игрой отправляйтесь в лузера. Никогда не думал, что я это скажу, но кажется, что Ликвиды стали командой настроения. Ну, похоже, да. Как-то вот... Ну, захотим, классно сыграем. Ну, не захотим. Там, Курьера дадим, там, в общем-то. Знаешь, как вот... Захотим, классно сыграем. Не захотим, плохо сыграем. А знаешь, как у Virtus.pro работает? Захотим, классно сыграем. Не захотим, все равно классно сыграем. Разница между ВП и Ликвид. Ну, кстати, Ликвид тут в ВП в лузера отправили. Это правда, конечно. Но сейчас Ликвида выглядит не очень круто, потому что им сносит уже нижнюю линию. Эваланч Тосс и Матумба Мэн погибает. Погибает довольно быстро, но по одному. Продолжает отдаваться команда Ликвид. Приходит Майнд Контрол, форму активирует. Пытается прогнать противника, добивать Барак. Барак добит, Рейзер делает байбэк тоже. Мэйби остается один, команда его не сейвит. Чаллиц разворачивается. Тинис живи, Тинис живи. Purification, Repel на него и ТП. Делает, боже, какой сейв. А Чаллиц и Мэйби в наглость делал это самое ТП. А еще и на развороте Рейзера убивают. Боже, Лилджи Ди продолжают драться по треками. Майнд Контрол, там висит урна. Трек сверху. Фа идет до конца. Пару оплюх в спину. Глимсанули. Майнд Контрол вынужден развернуться. Дает пресс-файр и погибает. Тоже теперь добивает Барак еще один. Ну, нормально. Они хуже без формы ТБ забивают. Нормально. То есть, как бы, Тини просто улетел, остался ТБ, остались герои. И они уже вчетвером умудряются разваливать команду Liquid. И на мой взгляд, тут уже все. Ну, тут уже все. Ну, тут без вариантов. Как бы, такой сноубол остановить очень трудно. Как бы, LGD даже не заходили на Рошана. То есть, они просто зашли и сломали Бараки. Без Aegis. А теперь просто идем на Рошана, забираем Aegis, даем его либо ТБ, либо Тини и заканчиваем. Все. Я все еще вот не могу точно оценить, это настолько круто играет LGD или настолько плохо играет Liquid. Я как-то балансирую на двух этих понятиях. Нет, ну, я могу сказать, что Liquid играет весьма странно. То есть, есть очень много вопросов к их игре, но LGD просто рвут. LGD просто уничтожают. И, ну, я восхищаюсь их игрой. Молодцы. Ну, с другой стороны, да, команде позволяет сделать ровно то, что позволяет и другая команда. Да, и вот сейчас LGD просто пользуется тем, что позволяет им Liquid. Снова треки, снова Glims. Это стандартная комбинация. Куроки там, кажется, уже под Vessel'ом, да, я так понимаю, как снова. Мне вот очень нравится, как они реализуют своих героев, потому что, как бы, вот, TB фармит, TB фармит хорошо, молодец. Следовательно, нам нужно развлекать. У нас есть Bounty Hunter, который бегает, ставит варды и дает вижен. Потом подходит Indy Disruptor и просто в любого кидаем гречку, возвращаем на Glims, и все, этот герой умирает. И вот так вот они просто бегают. Казалось бы, очень простая, но очень эффективная комбинация и Liquid, и они пока просто не поняли, что против этого делать. Вот они бегают и продолжают умирать по одному. Не знаю, сейчас-то будут падать выше. Кажется, уже 17, даже 19 тысяч преимущества. Доедалус прилетает прямо сейчас. Вот неполный доедалус для тени, конечно же, там, демон, а еще не куплено, но там остаются копейки буквально. А LG их ладнокровно идут наверх, ладнокровно прогоняет Razer, Razer, у которого там, да, у него вообще ничего не появилось, вот, если он бегал, вот у него плейдмейл, он по Netverse. Ну, второй из конца, что, что тут говорить, его обгоняет даже Bounty Hunter, даже Disruptor, ну и тут уже все, без вариантов. Мне вот не нравится плейдмейл, то есть я считаю, что если уж играешь на Razer, ну, купи хотя бы один артефакт, чтобы чуть быстрее фармить. Если не купить вообще ни один артефакт на фарм, то все, он вообще не фармит. При этом Razer, да, герой, который, в принципе, очень плохо там получает деньги скрипов, потому что их мало фармит. Ну, ликвиды идут вперед, под смоками прямо сейчас, снова-к снова, ну, что ж такое-то? Нет, все, это все, это прямо сейчас, давайте, пишите GG, это не грауза. Прямо сейчас пишите GG и... Ну, это не работает на таком уровне. Ну, вы идете гангать под смоками, вы играете против Bounty Hunter, и у вас нет дастов. Что, чертовозьми, с вами происходит, ликвиды? Это полуфинал. Да, это полуфинал. Это выход за третье место. Ну, понятно, что ликвидам, может быть, оно не столько нужно, сколько LGD. Кстати, если LGD сейчас выиграет, ну, старайтесь, да, ну, хотя бы старайтесь, ну, попробуйте как-то вот, ну, соберитесь, ну, боритесь в конце концов, ну, что это? Если LGD сейчас выиграют эту карту, они занимают минимум топ-3, это минимум 225 очков, умножаем на 3, прибавляем к тому, что уже есть LGD, и в разнице с Enavi у них вставляет всего лишь 50, плюс-минус 10 баллов. То есть девятое место будет занимать LGD после победы в этой карте. И это еще не оконченный турнир. Удачи, наверное, все, что я могу сказать. Успехов. Им нужно будет купить еще одного игрока, хотя нет, уже не получится. Им нужно было покупать еще одного игрока из ВП, чтобы очков наверняка хватило, но увы. Ну, знаешь, это куча тенденций, то еще лишних 900 все равно было бы недостаточно, на мой взгляд. Может быть. Да уж, но кто бы мог подумать, друзья, 21000 преимущество, 27-8, ликвиды в отчаянии, у ликвидов ничего не получается конкретно в этой карте. Miracle все старается, Miracle, конечно же, потеет, пытается сплит-пушить, рискованно фармить, ему больше ничего не остается сидеть на базе. Все равно нельзя, и, конечно же, будут накрывать. А вот что, с ударом в спину подстать, к Miracle надо возвращать до полгангера. Glimsa не было пока, пытается развести на иллюзию, но иллюзии погибают настолько быстро, что разводить тиме не получается. Ну, он пытается, да, но, к сожалению, что ты против этой комбинации сделаешь. Там просто Glims, там просто врываются тени, при этом ставят хорошие варды. Люди прекрасно видят, где бегает Miracle. В итоге пытаются ликвиды в очередной раз выйти с базы, но здесь просто без вариантов. Здесь просто LGD бегает под базой и душит. Патруль, просто патруль. С Балки Хантером. Даже не знаю, что еще тут можно комментировать, но не знаю. Очень грустно наблюдать, на самом деле, за таким. За такой игрой от чемпионов мира на данный момент. Но, да, видимо, эта карта совсем у них не сложилась. Естественно, что ликвиды после поражения, я уже думаю, что они проиграли, да, вариантов на камбэк немного. Так вот, они будут падать в лузера, там непонятно, правда, на кого. Я по сетке сейчас точно не помню. Главное, если они снова упадут на ВП, это будет очень забавно. Я не снова буду играть. Сетка должна их развести. Это было бы забавно. Я понимаю, что вряд ли, но было бы забавно. Я думаю, сами Virtus они рады, что снова встретятся с Ликвидой. ГГ, да, ну все, согласились. Надо было соглашаться, после того, как они гангли под смоками, и у них там даст-то не было, да. Момент, наверное, был самый такой показательный в этом плане. Ну что ж, LGD Gaming, браво! Ребят, ну действительно, очень хорошая игра. Начали, они, кажется, с проигрыша в серии. 0-1, потом 1-1, и тут 2-1. Причем третья карта, это такая, вы знаете, своеобразная точка в этом противостоянии, чтобы ни у кого не оставалось.